Долгожданная школа на 440 мест в селе Рощино Красноармейского муниципального округа торжественно открыла свои двери. Сегодня знаменательное событие и для Рощино, и для всего Красноармейского округа. Открытие этой школы, которую долго ждали все, в которую вложили много трудов. Глава региона вместе с министром образования Приморья Эльвирой Шамоновой осмотрели здание и пообщались со школьниками. Безусловно, мы со своей стороны постарались сделать все, несмотря на тот долгострой, который был, на те проблемы, которые были связаны и с изменением санитарных норм, с изменением проектной документации, софинансированием, пересмотром проектов. Все-таки шаг за шагом шли к тому, чтобы она открыла свои двери в этом году. Я хочу поблагодарить строителей за такую большую кропотливую работу, за подбор тех всех недочетов, которые оставлялись раньше, прежними годами, с тем, чтобы она открыла центр притяжения всего Рощино. На данный момент в школе учатся более 400 ребят и работают 32 педагога. Здесь действуют отряды патриотического воспитания. Созданные активно работают спортивный клуб «Рекорд», школьные театры и хор, организована комната детских инициатив. К открытию школы сделали обращение те ребята, которые здесь закончили в Рощино школу и сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Даже для них этот луч к счастью дошел. Они радуются за вас, за малышей, за то, что ребята будут учиться уже в современных условиях, ребята будут уже получать знания в тех классах, которые предназначены служить для этого. И они делают все для того, чтобы у этих ребят, у этих малышей было мирное небо. Мы, безусловно, гордимся своими героями и ждем их победного возвращения домой. Но я рад, что в школе есть и «Рлята», есть и «Юная армия», есть и «Молодая гвардия», есть «Движение первых». Все составляющие для патриотического воспитания, все составляющие для детей активно участвовали в жизни есть. Мы, со своей стороны, будем помогать и поддерживать. Открытие школы жители Рощино ждали больше 10 лет, а ее проект готовился еще в 2007-2008 годах. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.